Всем большой привет! С вами Елена. Я сейчас нахожусь в Юнсдорфе. Это второе мое видео. Первое видео у меня называлось «Дом офицеров». А сейчас я буду снимать... Я не знаю, это просто жилые дома. Я не знаю, что тут раньше было. Может быть, здесь были казармы, если я не ошибаюсь, но я не уверена. Здесь находится очень-очень много высоких вот таких бункеров, на фоне которого я сейчас стою. Идем гулять. Здесь начинается город Цосен, который плавно переходит в Юнсдорф. Я постараюсь ходить пешком, чтобы более подробнее и спокойно можно было все заснять. Я стою вот на дороге и стараюсь вот это все, весь этот пятачок дороги заснять. Это то, что на той стороне, где дом офицеров находится, я снимаю. Там сейчас будет заброшенный дом. Я не знаю, что там было. Там невозможно подойти. Он чуть-чуть заросло. Шильд или щит какого-то. Называют... Он за моей спиной сейчас Цосен. Я просто хотела показать эту территорию вначале. Вот эти вот заброшенные дома. Пока тут ничего не построено. Наверное, планы на постройку уже есть. Это мое видео. Оно не будет интересно большой аудитории людей, но я все же его снимаю, так как это приятные воспоминания для очень многих людей, кто прожил в Юнсдорфе, кого прошло детство, служба, молодость, юность и так далее. И мне самой стало очень интересно. Я до этого никогда не знала, пока адаптировались в Германии, пока там дети подрастали. Ходили по музеям, но не знали очень многого. Как сейчас вот я окунулась в это. Мне очень интересно оказалось, что вот здесь, под Берлином, в Юнсдорфе, стоял штаб Советской Армии ГСВГ. Это целый закрытый город, имеющий свой ансамбль, поезд, который ходил с Юнсдорфа до Москвы, если я не ошибаюсь. Так, я прокрутилась на месте и показала, что там дорога, как Берлинка ее называли, я могу ошибаться, и что там за дорога. А теперь мы заходим в сам городок. Здесь вот такой вот щит с рекламой, что у них есть в городке, музеи, какие представлены с историей. Тут очень много, ну и вообще, какая у них тут жизнь, вся информация, какие у них мероприятия в городке происходят. Я не знала уже снимать, и такие вот почтовые ящики стоят. Ну, кто служил, они знают, что можно просто приехать в этот ящик, просто сбросить письмо, и потом почтальон заберет и отправит его дальше. Сейчас на велосипеде женщина подъехала, сбросила в почтовый ящик письмо. Я уже просто камеру убрала с той стороны и поехала дальше. Кто не видел мое видео про Винсдорф, Дом офицеров, то я расскажу, что сейчас в Винсдорфе существуют экскурсии по Майбок-2, Цепелин. И там можно брать экскурсию, во-моему, там целый день по подземным вот этим ходам, переходам, там кое-где завалены, что надо даже ползком ползать, а не, по-моему, на целый день. Ну, это кто любит такие острые ощущения, разные существуют экскурсии, но вот в основном это Цепелин и Майбок-2. И вот здесь больше о ней рассказывается. ГСВГ тоже есть, но информация не столько, сколько про саму историю Германии. Вот я к этому хотела сказать. Я, как я уже говорила, в октябре я выпущу, я говорила до этого в августе, но мне не получается. В октябре я сделаю Цепелин и Майбок еще видео про Винсдорф. В одном из комментариев про Винсдорф меня попросили снять, заснять школу. Честно, я не знаю, какую, я не нашла потом снова комментарий, но я приехала сюда специально и по возможности засняла все школы, которые имеются в Винсдорфе. Они уже будут туда дальше, к концу видео. Так что оставайтесь со мной, гуляем и смотрим Винсдорф. Сразу скажу, да, я дилетант, снова повторюсь. Я только начинающий влогер, только начинаю снимать, и мое видео может быть не такое, как бы сказать, профессиональное. И плюс я действительно не знаю, где что находилось. Я стараюсь по возможности просто показать этот район вам. А уже сами гадайте, узнавайте родные места. И каждый человек из нас имеет право на свое мнение. И Петр написал сразу несколько комментариев, что там я так не так сделала, это не так. И через какое-то время взял их и удалил. А мне все желание прошло что-то снимать. Но если вы уже написали комментарий, оставьте, пусть и другие почитают ваше мнение. Сейчас, судя по тем видео, которые я смотрела, мы направляемся в генеральскую деревню Куневер-Магу. Обратите внимание на этот дом. Позднее я его обойду и покажу, что находится дальше, с той стороны дома. Сейчас мы его уже прошли. Я немножко уже на перекрестке нахожусь. Дом позади. А рядом вот сейчас будет универ-Маг. Тут уже не универ-Маг, конечно. Здесь уже живут люди. Сейчас мы пойдем по этой улице. Вот видите, справа тоже как... По-моему, в ГСВГ, когда армия стояла, это был универ-Маг. Частично уже это жилой дом, а частично еще такое заброшенное здание. Вот так выглядит заброшенный универ-Маг. Слева от нас универ-Маг, и мы теперь пройдемся прямо за универ-Маг. Вот серое здание, это бывший универ-Маг. Это заброшенное здание находится за универ-Магом. Ну, я бы не сказала, что половина, наверное, может быть, чуть меньше. Ну, в Вюнсдорфе и Цосана уже обустроено. Очень много новых жилых домов. Вдали виднеется Сигара, как ее называли солдаты. Ну, немцы называют это высокий бункер, как высокое бомбоубежище. Где бункер все заросло, там просто лес. Поэтому сейчас мы прокрутимся по-любому еще раз поляной. И будем возвращаться дальше, гуляя по Сосану. Я говорила ранее, что я обойду этот дом и покажу его с другого торца. Ну, там, в принципе, лес все заросло. Вот тут еще площадка и гаражи. Спасибо. 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 В этом здании за памятником, по-моему, ЗАГС. Какое-то учреждение городское находится. И вот справа, это же здание, находится китайский ресторан. Там терраса у них. Вот, то, что он китайский ресторан, говорят, китайские фигурки львов. Справа здесь также парк-плат, стоянка для машин. Это для ресторана, скорее всего. И справа там еще территория закрытая. Там стоят заборы, там серое такое здание. Я его позднее покажу. Вы просто запомните про это серое здание. Я его позднее обойду и покажу. Мы сейчас на перекрестке. Вот эта дорога, которую я сейчас показывала, она ведет, я не знаю, как это называется, на Банную площадь. Там кто-то так называл это. И там же находится, где можно покупать билеты для экскурсии, вот это в бюро. А мы сейчас вот здесь справа, вот сейчас вот эти вот домики, вот этот райончик осмотрим с вами. В начале видео я показывала, когда шла с той стороны вот за домом по дороге. Теперь мы сделали вот такой круг и углубились вот в этот райончик, где находятся эти дома. Здесь слева сейчас будет, я сейчас поближе подойду, сломанное вот такое высокое бомбоубежище. Давайте я тоже определюсь и буду назвать ее, как называли русские солдаты, сигарой. Вот ее, не знаю, это со времен войны она так разбомленная. Или когда здесь написано «Волгоград», знаете, как немцы говорят на вот эти все слова, вот «Майбах», там тоже будет написано «Алтай». Они говорят, это в следующем видео я покажу про этот Алтай, они говорят, что это «Дембель» писал. А у русских «Дембель» — это солдаты, которые скоро уедут домой, если нам на экскурсии сказали. Так слушать забавно. Вокруг такая идиллия, чистота. Конечно, в Германии чисто, я не спорю. Да, Берлин, конечно, здесь очень много нас разных, больше как бы, ну, я не знаю, иностранцев, наверное, нас больше, эмигрантов. Но все равно у них очень чисто. А здесь уж слишком прям как-то как нереально чисто. Вот это белье на улице, такая просто идиллия. Цветы везде у них. Так, нереально. Это сейчас я даже не смогла передать вам этот весь звук, который там кто-то чем-то занимается, домашними делами, окна открыты. Ты просто идешь в такой вот мирная такая обстановка, и вот эти вот высокие бомбоубежища, сигары, это вот отголоски войны. Сейчас мы выходим на штабную улицу, если я не ошибаюсь. Это бывшее кафе. полет, по-моему, так. Кто-то из своих видео его назвал. Кто-то сказал, что это книжный магазин. Я не знаю, честно, сразу скажу, положа руку на сердце, что это было. Напишите в комментариях, кто узнал здание. Сейчас мы прокрутимся, и я заверну налево, и мы пойдем налево осматривать. Я завернусь, и я заверну, но я promotу по-моему, и я завернусь. оценил. Субтитры сделал... Субтитры сделал... Дисűнин... ... ... здесь только во дворах этих сигар не могу привыкнуть названию и даже не могла представить что их такое количество я так долго кручусь на местности стараюсь показать ее со всех ракурсов и сторон чтобы вы узнали потому что сейчас очень много построено новых домов эти все фасады новые все это покрашено в новый цвет и из-за этого я стараюсь так более подробно по возможности все показать сейчас мы обошли эту сигару она у меня слева и я буду показывать этот райончик который находится теперь перед разрушенным этим высоким бомбоубежище здесь снова находится гараже и не знаю почему них может быть у них нет подвальных помещений это используется как келлер как кладовка конечно по всем совсем улицам я не смогу пройти ну вот хоть какую-то часть я вам все-таки постараюсь показать я вам все-таки за вот этим вот пустырем сейчас я позднее вам покажу там находятся склады бывшие склады и третий городок сейчас там музеем я потом с той стороны вам как сюда я совсем не подойду но покажу эти склады так а мы гуляем дальше справа от меня осталась эта дорога и пустырь мы как бы зашли внутрь двора к сожалению не смогу все идеально вам заснять и показать как хотелось бы но сейчас на террасе пили чай так громко мешали чай ложечкой по стакану такая тишина такая акустика и вот и говорю ходишь рассматриваешь военные объекты а здесь вот уже мирное время люди пьют чай в обеденное время и не знаю почему они не убрали все эти как сказать они высокие бункеры может быть они еще не знают что с ними делать или как остали пока как памятник под вопросом все-таки они были построены еще начале двадцатого века я во второй раз своей жизни приехала вот в этот городок поэтому я не то что не знаю даже ориентироваться не могу на местности судя по видео которым я посмотрела мы находимся на банной площади или в третьем городке слева от меня находятся бывшие хозяйственные склады а мы сейчас вот эту площадь пересекли справа от меня находится здание вернее вот это вот здание там находится бюро скажем так где можно купить билеты для экскурсии вот майбах цепелин и так далее мы сейчас сейчас я прокручусь и пойдем дальше прямо осматривать территорию вот эта дорога она ведет к универмагу туда дальше а справа здесь посмотрите снова находится сигара или высокий бункер это и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От китайского ресторана будет серое здание. Вот это здание, я не знаю, что тут было. И башня вот перед ним. Слева от него вот стоянка немного погодя. И китайский ресторан с китайскими львами, который я показывала ранее в видео. А теперь мы осмотрим эту часть городка. Продолжение следует... Продолжение следует... Возвращаемся на Банную площадь, назову ее так. Здесь вот перед бюро, где продают билеты, такая детская площадка. Посмотрите, как удав из 38 попугаев. Мультик такой в советское время был. Мы направляемся в сторону Майбах, где была застава. Сейчас справа от меня, там начинается уже... Сейчас вот слева эти здания. Я не знаю, что тут было. Вот эти многоэтажные, скажем так. А справа уже частный сектор. Вот такие аккуратные, частные домики. Это полностью та часть. Полностью вот такой вот... Ну, что-то вроде как поселочка из частных домов. Все домики, естественно, новые, построенные. Многие еще до сих пор строятся. Закончились экскурсии люди по Майбах и Цепелине к экскурсии. Там здесь вот то, что осталось от застав. И вот такое вот местное рукоделие. Я потом ближе подойду. Здесь вот уже частный сектор, который я показывала. И дальше буду, пока покажу своих видео. Там во дворе находится батут. Мальчишка резвится, прыгает. Говорю, рядом памятники войны. И вот такое вот мирное время, слава богу. Сейчас посмотрите, здесь какие-то такие местные рукоделия. Не знаю, вязаные крючком. Что-то такое вот по отделке детей. Продолжение следует... Продолжение следует... За этим забором, за этой заставой, там находится Цепелин, Майбах там с другой заставой. Я сказала уже, что я сделаю видео. У меня уже есть видеоматериал. И я выставлю их, постараюсь где-то в начале октября, эти видео. Продолжение следует... На экскурсию Майбах и Цепелин проходят в эти ворота. И выходят тоже. Другие ворота, которые я поколала ранее, не использую сейчас. А мы сейчас пройдемся по этой дорожке. Спасибо. Спасибо. Осень. Под ногами шушат листья. Этот деревянный домик, я потом еще покажу его в видео по возможности. У немцев в частной секторе, кто живет, они стараются своим детям построить вот такие домики. На них поднимаются или по лестнице, или они строят... Ну, раньше, во всяком случае, они строили на деревьях. И особенно они стараются и этот домик построить собственными руками. Или папой, или дедушкой для своих детей. У нас сосед, дедушка, специально приехал... Ну, не специально, он приехал погостить. Но он собственными руками сколотил домик для своей внучки. Дети любят в летнее время проводить там время в своих... В этих домиках берут туда одеяло, какое-нибудь печенье. И там играют они. Мы снова вернулись на площадь. И теперь, как я говорила, пройдем, где были вот эти вот склады. Находились за вот этот дом. Сейчас там находится греческий ресторан. Довольно неплохой ресторанчик. Эти склады переоборудовали и сделали в них вот как бы музею. Здесь вот книги. Это не библиотека, я не знаю, у них как. Просто можно приходить и брать книги. Чисто символически платишь там уэро. Можно, если ты хочешь, наверное, совсем забрать. Или как бы для пожертвования. А это музей ГСВГ. То, что они нашли, когда советская армия ушла из Германии. Вот именно в Вюнсдорфе. То, что они нашли. И все вот эти вещи, они, ну не все, может быть, но, которые они посчитали нужные, они поместили вот в этом ангаре, в этом складу. А это то, что до войны, до советской армии было в Вюнсдорфе. Этот ангар посвящен. Я хотела, я сказала, смонтировать видео и показать. Так что я покажу это позднее, как только я смогу это доделать. Здесь я так и не поняла. Я не нашла, что за захоронение здесь или просто посвящено к чему-то. Но я, может быть, в следующем видео покажу. Это единственный такой, своего рода, высокий бункер, назову его так. Единственный в своем роде, потому что там находится музей. И можно зайти внутрь, подняться наверх и все это осмотреть. Тоже я покажу, что находится внутри. Я в него заходила, мы на экскурсию. Но так как это видео очень уже и так 45 минут, естественно, я покажу это в других видео. Площадь я вам эту показала во всех подробностях. Это мы, когда с площади выехали, то немножко проехали. И вот, я говорю, справа поселок, а прямо находится эта площадь, которая я постоянно вам показывала. Теперь мы выехали на эту очередь. Где-то справа, направо завернули. И здесь 69-й полк находился. Для того, чтобы ориентироваться по Винсдорфу, я посмотрела видео ГСВГ, достаточно, про Винсдорф. И в одном из видео эту часть назвали 69-й полк. Краснознаменный, очень известный полк со множества орденов на знамени. Если я правильно вот запомнила, это находится вот здесь. Ну, все, вот видите, все заросло. Это тащи полк. эти новые дома они уже находятся вот где находились ворота 65 полка примерно так здесь снова сигара как называли солдаты те высокие бомбоубежища немецким здесь справа эти вот здание что я показывала 69 полка а мы так слева вот будет от меня 89 школа ну раньше она была 89 теперь она носит другое название начать школа номер один здесь сейчас построили такой спортивный зал спорт хале до спортивный зал и за ним большой такой стадион он был и раньше просто сейчас его оба гусну благоустроили улучшили это как я повторюсь школа 89 мы еще и и осмотрим дальше а это то что осталось от ворот когда как ехать наш 69 полку на перекрестке перед воротами справа от меня будет дорога берлинка или как и называли ехать офицеру house и дому офицеров справа школа прошло конечно столько лет школу отремонтировали что-то достроили и вход тоже переделали перед школой стоянка насколько я знаю видео говорили что тут проходили линейки для школы сейчас вот так школа теперь номер один школа носит имя эриха кэстнера это детский писатель который умер 1974 году то есть это писатель двадцатого века это начальная школа то есть до шестого класса а дальше уже ребенок по своим оценкам набирается балл идет дальше с ним хорошо учился идет гимназию если оценки хуже то идет он сейчас есть у нас раньше была реаль шули хап шули теперь их объединили была реформа и сделали как обершу ли там тоже есть гимназиальный класс где ребенок если он может стать учиться лучше подняться в этот класс если хуже то в другой просто в гимназии такого таких шансов нет там только лучше если нет то идешь в эту школу так а мы дальше двигаемся также перед школы была остановка для школьных автобусов пока я про школы рассказывала я вам ее показывала а мы двигаемся дальше как я повторюсь сосен и винсдорф они уже как бы слились у них территория как и берлин и брандербург но по бумагам это два различных города если там какие-то вот учреждения или прописка вы уже будете считаться все равно там винсдорф или сосен все по бумагам отдельно а мы едем по винсдорфу справа у нас вперед ехать будет дом офицеров а а Продолжение следует... 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 лагерь для беженцев совсем новый и вы не пару лет назад построили принципе это не даже не за того что в юсдорфе здесь все строит новое по всему берлину очень много лагерей для беженцев построены и по всей германии так как наплыва эмигрантов иностранцев сейчас нет такого и старые лагеря они уже пришли в упадок и в принципе закрыли они в таком были просто разбирали даже все состарилась и сантехника и все прочее и теперь из-за этой новой волны а очень в ускоренном темпе все строится новые вот такие лагеря здесь тоже вот лагерь построили а эту территорию где находится школа и полностью мужская такой квартал пока еще ничего не застроили и все вот в таком вот закрытым как бы сказать забором обнесено все заросло все пока стоит ждет своего часа все школы которые я смогла найти поисковике в интернете вюнсдорфе и цусане я вам показала есть еще в частном секторе школа на ближе туда к садам была школа как интернат закрытым и и у вот может быть уже нет и не знаю мы словом не нашли сейчас мы движемся дальше сейчас я нахожусь на кпп на проходной штаба войск германии если я не ошибаюсь конечно опять повторюсь эти здания если я ошибаюсь и не так назвала они находятся на противоположной стороне от дома офицеров и напротив них находился когда-то стадион то есть это вот сейчас заросшая травой территория перед памятником ленина памяти которая находится перед входом дом офицеров центральную часть вот этот центральный вход на этом я заканчиваю свое видео про прогулку всех благодарю за просмотр моего видео подписывайтесь на канал ставьте лайки за мой труд и до новых встреч новых видео и я не знаю где что находилась поэтому я буду очень благодарна если вы напишите в комментариях где вы узнаете свои родные места во свои воспоминания молодости и и буду благодарна за комментарии и просто за то что рада за то что сделал вам приятные воспоминания вашей молодости пока